Доброе утро, дорогие друзья! В этом видео немножко отвлечемся от овощей. Хотелось бы вам показать, как мне удается укоренять такое растение, как каланхоя. Просто проще, ничего проще, наверное, я не укоренял. 100% укоренение, 100% результат. Сейчас просто поподробнее покажу, как я это делаю. Здесь у меня традисканция, немножко тоже размножаю, укореняю. Вот, вот такой вот черенок я уже обрезал, и он пускает маленькие новые пасынки между листом и стволом, и будет дальше размножаться, развиваться в смысле. Вот они его черенки, которые уже укоренились, я сейчас достану, покажу. А этот я специально оставил для видео, снять видеоролик про укоренение каланхоя. Вот, друзья, обратите внимание сразу же, черенок, который я укоренял, ну, примерно 3 недели назад. Вот такой вот корешок у него уже есть. Здесь у нас чистый верховой торф, без добавления чернозема, песка и ничего другого. Вот я подготовил стаканчики, такие вот небольшие для черенков, и буду сейчас в них укоренять. Процесс очень простой, очень быстрый. Вот оно, растение, которое я оставил. Кстати, вот хорошо набивается в теплице, ну, я думаю, это от хорошего света, который у нас летом, да, длинный световой день. Поэтому растение не тянется, такое вот набитое. Междуузли очень короткие. Ну, в общем, приступаем к сбору черенков, берем ножницы и собираем все, что можно. Вот этот основной я тоже срежу. Ничего страшного, мне не жалко. Моя цель – размножить растение и получить максимальное количество из одного. Вот так вот. Ну, я думаю, еще вот этот. Ну, все, три мне будет достаточно, а это растение я буду ставить, и оно будет дальше развиваться таким вот образом. После чего мы берем черенок, вот такой вот, да, убираем все нижние листья. Оставляю я место, ну, примерно сантиметра, полтора, для того, чтобы углубить в грунт наш тур. Вот такой вот черенок. После чего берем стаканчик, хорошо пропитанный влагой, естественно, верховой тур. Делаем отверстие для черенка. Макаем в корневин. У меня он всегда в наличии. И отправляем в грунт. Со всех сторон хорошо прижимаем. Вот и все, друзья. Главное, чтобы грунт был хорошо пропитанный водой. Таким вот образом я укоренял все свои черенки. Еще хочу добавить то, что я не укрывал, никаких дополнительных парниковых эффектов не создавал. Каланхоя прекрасно укореняется именно таким образом. Главное условие – это не ставить на палящее солнце, на открытое. Тогда растение, конечно, рискует завянуть. Но вообще просто прекрасно укореняется это растение по сравнению с разными другими, с которыми я работаю. Вот последний черенок укореняем и отправляем в место, где он будет дальше развиваться. Ну, собственно, со всеми остальными черенками, которые вот уже укоренились. Стоят они у меня в теплице. В теплице, обратите внимание, температура от 25 градусов, ну, это сейчас достаточно такая хорошая погода, до 35, когда более жарко. Но стоят они у меня, конечно, в притененном месте. Более того, у меня сама теплица затененная краской. То есть прямого солнечного света такого нет. И плюс они стоят вот под верхним ярусом в теньке. Вот в таком месте растения себя прекрасно чувствуют. И именно так укоренялись мои черенки. Ну, на этом все, друзья. Такой вот утренний видеоролик. А я поеду дальше работать, поеду сдавать свои помидоры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам было интересно, полезно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok